Привет! Это канал I Like Pet. И в этом ролике мы расскажем вам про приют чертог волка. На краю Московской области между деревушками Шатуры расположился необычный приют. Приют для тех, кого привыкли бояться и считать грозными и кровожадными. Чертог волка – первый в России проект, где помогают хищникам, численность которых из-за вмешательства человека постоянно сокращается. В России нет волчьего центра. Во многих странах есть волчьи центры, есть национальные волчьи парки, есть вообще понятие эко-парк. Не для охоты, не для развлекухи. О, прикольно, там из Москвы приехать, пострелять на подкормочной площадке. А именно, где и хищники в том числе, и нехищники сосуществуют. Вообще такого нет. И мы решили, собственно говоря, попробовать. Сегодня в чертоге содержится 8 волков. У каждого из них своя история попадания в приют. Кого-то спасли от браконьеров, кого-то забрали из зообазы. А есть и те, кого приняли от частных лиц. Хозяева просто отказались от животных, потому что не смогли справиться с их содержанием. Они же не просили, чтобы их брали. Они не виноваты в этом. Он вообще ни сном, ни духом, что его когда-нибудь заведет девушка и решит, что он должен жить дома. Так получилось, что в итоге он оказался у нас. И, собственно говоря, теперь нужно подстраиваться, я считаю, под них. Даже когда очень сложно. Все волки разные. У каждого свой характер. У них все, как у людей. Есть лидеры, семейные пары, молодежь. Особенности поведения очень важно учитывать при содержании волков. По-другому нельзя. Самое главное, я всегда об этом говорю, волку должно быть интересно жить. Тут для каждого по-своему. Кому-то нужна пара. То есть, Хортус Мира, у них есть пара. Мира очень любопытная. Ей, в принципе, нужно, чтобы с ней контактировали. То есть, Мира обижалась. Когда их стало много, и мы, допустим, когда стало две территории, да, Мира начала обижаться. Она реально обижалась, что не пришли сначала к ней, не погладили ее и так далее. Она очень контактная волчица. И если уж она выбрала своего человека, то ей нужно, чтобы с ней постоянно контактировали. С ней поконтактировали, пообнимались, поцеловались. Все, она продолжается своим хортом там жить своей жизнью. Вот Велесу обязательно нужна компания. Ему сейчас очень скучно, потому что север от него ушел. Ему сейчас очень скучно, потому что он очень такой вот... Даже не то, что он еще молодой. Ему два года. То есть, создавать свою пару... Такое в природе есть. В два года уже бывает, создает пару. Но видно, что он еще молоденький. Он коллективный. Вообще волки социальные животные. Им нужны социальные контакты. И он ищет вот этого коллективизма, а сейчас ему некуда приткнуться. Он, в принципе, может быть таким волком-нянькой. Или младшим сыном таким, да, старшим братом. В какой-то группе из волков. Сегодня в приюте с волками занимаются три человека. Анастасия, Светлана и Ярослав. Содержать чертог помогает финансовое пожертвование частных лиц и помощь опекунов. Последняя особенно важна. Взявшие на попечение животных люди принимают полноценное участие в жизни приюта. Опекуны у нас молодцы. И помимо просто там ежемесячных финансовых пожертвований на их содержание, опекуны мира помогали руками. Всегда. Когда нужно было окапывать вольер скифа. Это тяжелые. Вот эти вот все пластины надо было закапывать в землю. У нас суглинок это действительно тяжелая физическая работа. Всегда привозят, никогда не приезжают с пустыми руками. Всегда это мясо для всех. Привозят солому, сено, то есть, ну, все, что нужно. Всегда. Опекун рады устраивала какие-то флешмобы периодически, да. То есть, тоже очень-очень большие суммы хорошие собирались на стройку с ее помощью. Ну, в принципе, все опекуны, ничего не могу сказать, опекун скифа тоже, да. В общем, все опекуны нам очень сильно помогают помимо вот этой ежемесячной суммы. Люди действительно участвуют и бывают у нас в гостях. И не раз бывали многие, кто здесь поближе живет, бывали у нас в гостях. И участвуют, так скажем, в жизни чертога, а не только своего подопечного в целом. Основатели приеда чертог волка стремятся к тому, чтобы создать настоящий и единственный на данный момент волчий центр в России. Маленькими шагами они ежедневно воплощают свою мечту в жизнь. Делают вольеры более просторными и удобными для волков, гуляют и занимаются с ними. Волчат, которые смогут выжить в дикой природе, отдают на биологические станции, чтобы там их подготовили к выпуску в леса. Мне бы хотелось совместить парк для тех, кто уже не может быть выпущен в природу, да, с разными характерами, взрослых, сложных, которых сложно между собой скомпоновать. Ты селишь их в разных вольерах, иди сюда, и смотришь, кто, как с кем будет взаимодействовать и контактировать, и только после этого можно группы создавать. Через сетку очень видно по их ритуальным жестам, по движению ушами, хвостом, оскалом, как они будут друг с другом себя вести, по ритуальному поведению. И отдельно сделать такую базу для возможности изучения волков, для возможности возврата потомства подходящего в природу уже, да, там, и так далее. Плюс нам недавно писала девушка в Ульяновске, застрелили, я так понимаю, матерых, забрали из логова волчат и вот просто раздают всем желающим. Я говорю, мы могли бы их принять и организовать выпуск в природу. Зачем? Да, то есть вот зачем делать из них собак? Чтобы такое сделать, все упирается только в финансы, потому что это другие масштабы, это не сотки земли, это гектары, и это не заборы из профлиста 2 метра, это совсем другие масштабы. В европейских лесах волков не осталось совсем, из-за этого нарушился баланс, в природе стали исчезать другие виды животных. Сейчас в европейских странах популяцию волков активно восстанавливают. У нас же волки пока есть, но их численность уменьшается с каждым годом. И только в наших силах остановить этот процесс. Узнать информацию о приюте чертог волка и помочь ему можно, связавшись с основателями в социальных сетях проекта. О других интересных социальных проектах, связанных с животными, вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!